Всем привет! Это очередная посылка с сайта iHerb. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Растительный протеин я показывала вам в одном из последних видео. Кроме того, у меня уже есть видео, как выбрать растительный протеин. Ссылки я вам оставлю внизу. И поскольку вы часто задаете мне вопросы про вкусы растительных порошков, то я вам сразу скажу, что они никогда не растворяются в воде. Они всегда идут в виде порошка, похожего на тонко смолотый песок. Помол зависит от производителя. Эти порошки лучше замешивать в смузи, поскольку пить их просто с водой очень противно, и вряд ли вы сможете опустошить шейкер с такой смесью. Однако есть уже готовые протеиновые коктейли, в составах которых есть и загустители, и подсластители, которые хорошо маскируют ощущение песка во рту. Список хороших растительных порошков и смесей я вам оставлю под видео. И дальше я показываю вам свои любимые аминокислоты БЦА без искусственных красителей и подсластителей от моей любимой фирмы МРМ. Я бы не сказала, что они приятные на вкус, но горечь от БЦА же хорошо перекрывают экстракты из севии и архата. Кто давно меня смотрит, уже знает, что я покупаю эти БЦА достаточно надолго, поэтому очень рекомендую вам присмотреться и к этой фирме, потому что она выпускает очень качественную продукцию и достаточно демократичные цены у нее. Далее чай Мачо от этой же фирмы. Взяла его на лето для окраски бананового мороженого и для холодного чая с кокосовым или другим растительным молоком. Такой напиток отлично освежает летом и по сути является даже десертом, так как кокосовое молоко придает этому чаю такой приятный сливочный вкус. Натуральный подпластитель из трех растительных источников, триголозы, а также экстракта стевии и монгфрута, это архат. Кстати, триголозы это очень интересный десахарид, который участвует в обновлении клеток нашего организма, однако из данного порошка, которого нужно совсем чуть-чуть, потому что он очень сладкий, мы вряд ли получим пользу, кроме того, что мы просто сократим углеводы в нашем меню, простые углеводы. Для поддержания здоровья суставов, кожи, волос. Раньше я пила данную добавку в виде таблеток, но в этот раз решила сэкономить, хотя знала, что порошок-то горький на самом деле, я его пью с трудом, но пью. Банки это хватает надолго, цена у него невероятно экономная. Этот порошок можно добавлять также в маски для лица, по структуре он похож на такой кристаллический сахар, который очень плохо растворяется в воде, и его обязательно нужно принимать вместе с витамином С. Вы можете взять витамин С в таблетированной форме, либо пить, допустим, с лимонным или апельсиновым соком. Кроме того, серая работает на здоровье вашего кишечника, а здоровый кишечник – это решение половины проблем со здоровьем. Рекомендую обратить внимание на эту добавку, она полезная, доступная, хотя и не очень вкусная. Зубные пасты для ребенка с ксилитом, без лишних ингредиентов в составе. Для мам я сделала пост на своем блоге о том, что я покупала и покупаю для своего ребенка. Ссылочку, как обычно, я вам оставлю внизу. Моему ребенку эти пасты пришлись по вкусу, особенно апельсиновые. На этом все, я надеюсь, что видео вам понравилось и было чем-то полезно. Если да, то не забудьте мне об этом сообщить. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok